Здравствуйте, меня зовут Георгий Бене, я инструктор по лечебной гимнастике в цирковой больнице Санкт-Петербурга. Сегодня я вам расскажу о лечебной гимнастике, которая подходит для восстановления организма после перенесенной коронавирусной инфекции. Программа будет состоять из четырех блоков, каждый из которых подходит для определенного этапа восстановления. Для того, чтобы определить, какой именно из уровней вам подходит, необходимо знать главные правила самоконтроля. Первым-наперво вам нужно понимать, что любые упражнения, которые вы делаете, не должны вызывать у вас болевых ощущений в суставах и в позвоночнике, не должны вызывать у вас тяжелой отдышки, головокружения и любых подобных негативных явлений. В случае возникновения указанных явлений вам необходимо остановиться, стабилизировать ваше состояние, отдышаться и дальше продолжить занятия. Первый блок будет посвящен упражнениям для самой ранней стадии восстановления, второй блок для более восстановившихся пациентов и, соответственно, третий-четвертый блок для тех, кто может переносить достаточно интенсивную физическую нагрузку. Давайте начнем. Первый блок упражнений подходит для пациентов на ранней стадии восстановления. Все упражнения выполняются медленно, без выраженных негативных явлений, таких как отдышка, головокружение и тошнота. Постараемся делать упражнения с максимальной амплитудой, также обращая внимание на ощущения в суставах и в позвоночнике. Начинаем всегда с самых маленьких суставов, самых маленьких мышц, чтобы организм мог постепенно вработаться в нагрузку. Пальцы рук и пальцы ног прорабатываем. Сконцентрироваться нужно на движениях и поехали. Раз, два, три, четыре. Работаем качественно как на сгибании, так и на разгибании. Чувствуем, как у нас сокращаются мышцы стопы, как у нас сокращаются мышцы предплечий. Пять, шесть, семь, восемь. Дыхание простое, дыхание спокойное. Стараемся не натуживаться. Пять, шесть, семь. Достаточно. Стряхнули, постучали. Дальше суставы более крупного калибра. У нас голеностопные и лучезапясные. Начинаем вращение в одну сторону. Два, три, четыре. Стараемся максимальную амплитуду делать в наших вращениях. Концентрируемся на ощущениях в суставах. Семь. В другую сторону. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. В другую сторону. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Закончили. Потрясли, постучали. Следующее упражнение. Садимся ровно, ближе к краю стула. Ноги шире плеч. Исходное положение. Руки перед собой. На раз мы раскрываемся. Вдох. На два мы округляем спину, наклоняем голову, делаем выдох. И начинаем. Раз, вдох, два, выдох. Вдох, выдох, вдох, выдох, вдох. И закончили. Встряхнули руки, постучали ногами. Дальше у нас идут боковые наклоны. Исходное положение руки около плечевых суставов. Упражнение выглядит следующим образом. Мы тянемся к потолку, делаем боковой наклон. В крайней точке мы не натуживаемся и стараемся сохранять дыхание ровным. И смена. Начинай. Раз, дыхание произвольное, не натуживаясь. Три, четыре. Чувствуем, как у нас растягивается боковая поверхность туловища. Следим за ощущениями в позвоночнике, в частности в поясничном отделе. Стараемся растянуть плечевые суставы. Шесть, семь, восемь. И еще восьмерочка. Раз, два, три. Сконцентрируйтесь на ощущениях. Пять, шесть, семь. Закончили. Встряхнули руки. Дальше небольшое динамическое упражнение, которое поможет нам разогнать кровь по всему организму. Исходное положение. Одна нога согнута, вторая прямая на пятки. И смена положения. Начинай. Раз, два, три, четыре. Стараемся добиться легкой одышки. Напоминаю, глубокая одышка – это то, чего нужно остерегаться. Организму необходим стресс, чтобы запустить все компенсаторные проявления. Семь, восемь. Начинаем чувствовать тепло в наших бедрах. Следим за своими ощущениями. Не добиваемся глубокой одышки. И пять, шесть, семь. Закончили. Ноги выпрямили и встряхнули бедра. Это расслабит мышцы, подготовит их к последующей нагрузке. Хорошо. Поработаем еще ногами. Исходное положение сидя. Руками можно упереться в стул. На раз мы ноги разводим. На два сводим. Можно скользить по полу. Можно отрывать ноги и вести их по воздуху. Начинай. Раз и два, три, четыре. Дыхание произвольное. Не натужимся. Дышим ровно и спокойно. Шесть, семь, восемь. Еще восьмерку смело. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. И закончили. Ноги выпрямляем и встряхнули бедра. Расслабляем. Следующее упражнение направлено на развитие верхнего плечевого пояса. Исходное положение. Сидим ровно. Одна рука впереди, вторая около плеча. И смена положения. Начинай. Раз и два. Обратите внимание, мы скручиваемся в позвоночном столбе. Есть скручивание. Не добиваемся болевых ощущений. Пять и шесть. Тянемся за каждой рукой. Семь и восемь. Еще восьмерка по диагонали. Раз и два. Заметьте, никакого рывка в конечной фазе. Четыре и пять и шесть. Дыхание не натуживаем. Закончили. Встряхнули руки и сели ровно. Макушкой мы тянемся к потолку. Руки вверх. Вдох и опустились на бедра. Выдох. Зафиксировали положение. Два цикла. Вдох-выдох. И еще раз выпрямились. Руки вверх. Вдох. И опустили. Выдох. Есть. Следующее упражнение. Вращение в плечевых суставах на коротком рычаге. Руки у нас на плечевых суставах. И вращение. Вперед. Начинай. Раз. Никакой инерции. Мы контролируем на каждом миллиметре наше движение. Тянемся за локтями. Пять. Шесть. Семь. Дыхание не задерживаем. Восемь. В другую сторону. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Чувствуем, как все растягивается. Шесть. Семь. Закончили. И стряхнули руки. Есть. И следующее упражнение. Руки у нас на коленях. На раз. Мы раскрываемся. Делаем вдох. И на два. Мы обхватываем колени. И тянемся спиной назад. Держимся руками за колени, чтобы не упасть. И начинай. Раз. Вдох. И два. Выдох. Опустили голову. Взяли колени. Есть. Еще. Вдох. И выдох. И вдох. И выдох. Есть. Стряхнули руки. И дальше. Вращение на прямых руках. Вперед. Начинай. Раз. Тянемся за руками. Не добиваемся натуживания и задержки дыхания. Дыхание постоянно. Это очень важно. Растягиваем руки. Не допускаем инерции. Не допускаем инертных движений. Пять. Шесть. Семь. И в другую сторону. Тянемся максимально за пальчиками. Два. Три. Чувствуем, как растягиваются плечи, грудные мышцы, спина. Мышцы укоротились из-за нашего бездействия. Вот мы их растягиваем. Не наполняются кровью, кислородом. Семь. И восемь. Есть. Стряхнули руки. Вы должны почувствовать тепло, которое разливается по вашим плечам и над плечем. И тянемся. Руками вверх. Вдох. И обняли бедра. Выдох. Эти упражнения соответствуют первому этапу лечебной гимнастики, которая подходит для восстановления организма после перенесенной коронавирусной инфекции. Начинаем мы, как и в первом блоке, самых маленьких суставов, самых маленьких мышц, чтобы дать организму возможность постепенно выработаться в нагрузку. Дыхание наше спокойное. Мы не натуживаемся. Дышим равномерно и спокойно. Начинаем. Пальцы рук, пальцы ног. Сгибание, разгибание. Начинай. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Мы концентрируемся на ощущениях, которые у нас появляются при напряжении. При этом дыхание у нас спокойное. Мы не натуживаемся. У нас напряжение как на сгибании, так и на разгибании. Мы прорабатываем мышцы сгибателей и разгибатели. Чувствуем, как у нас начинают уставать голени, стопы и предплечья. Это знак тому, чтобы закончить это упражнение. Есть. Стряхнули, постучали. Дальше вращение лучезапясной голеностопной. Все как в первом этапе. Два, три, четыре, пять, шесть, семь. В другую сторону. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. В другую еще раз. Два, три. Качественно вращаем. Пять, шесть, семь. И в другую сторону. Раз, два, три. Чувствуем, как растягиваются, разминаются мышцы сустава. Шесть, семь. Достаточно. Потрясли, постучали. Следующее упражнение. Коленные суставы. Одна нога впереди на пятке. Вторая согнута. Смена ног. Начинай. Раз, два, три, четыре. Дыхание мы не подстраиваем под движение. Дыхание равномерное и произвольное. Может появиться скоро одышка. Это естественная реакция на нагрузку. Главное не добиваться переутомления и глубокой одышки. До тех пор мы работаем ногами, разогревая коленные суставы и мышцы бедер. Семь, восемь. Чувствуем, как разливается тепло по нашим бедрам. Шесть, семь, восемь. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Достаточно. Ноги выпрямили и встряхнули бедра. Это их расслабит и подготовит последующие нагрузки. Дальше. Следующее упражнение. Ноги шире плеч. Одна рука впереди, вторая согнута у плеча. Смена рук. Начинай. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Еще. И раз, два. Скручиваем позвоночник, тянемся за рукой. Делаем без рывков, следим за ощущениями в позвоночнике. Шесть, семь, восемь. Не добиваемся негативных проявлений, болезненных. Семь. Еще восьмерка. И раз, два, тянемся за рукой. Три, четыре, пять, шесть, семь. Закончили. Встряхнули руки. И сразу же одна рука вверху. Делаем наклон, следим, чтобы было натяжение на боковой поверхности. Не добиваемся болевых ощущений в позвоночнике. И смена. Раз. Тянемся к потолку. Два. И три. И четыре. Дыхание произвольное. В крайней точке не натуживаемся. Учимся дышать по ходу выполнения упражнения. Всегда без натуживаний. Шесть. Семь. И еще восьмерка. Смело. Раз. Следим за своими самочувствием. Не добиваемся выраженного утомления. Пять. Шесть. Семь. И достаточно. Встряхнули руки. Есть. Следующее упражнение. Велосипед. Делаем по одной ноге. На разгибание у нас стопа выпрямляется. На себя натягиваем носок. Стараемся полностью колено разогнуть. Делаем не быстро. Вперед левой ногой. Восемь раз. Начинай. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Дыхание. Семь. На себя. И раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Закончили. Постучали. Встряхнули. И сразу же правая нога. Восемь. Вперед. Раз. Два. Три. Дыхание. Следим за ним. Четыре. Помним про дышку. Про негативные явления. Надо остановиться. Останавливайтесь. Семь. Восемь. Другую. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Закончили. Встряхнули бедро. Есть следующее упражнение. На верхний плечевой пояс работа. Руки в замок. Вывернули наружу. И круговые вращения на прямых руках. В одну сторону восемь раз. И в другую сторону восемь раз. Начинай. Раз. Тянемся за руками. Два. Три. Дыхание не задерживаем. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. В другую. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. И еще раз. Раз. Два. Три. Четыре. Слим за дыханием. Пять. Шесть. Семь. Закончили. Встряхнули руки. Есть. И следующее упражнение. Одно плечо вверх, второе вниз. Смена. Без наклона туловища. Без задержки дыхания. Начинай. Раз. Два. Движение быстрое. Три. Дыхание произвольное. Не подстраиваемся под движение. Шесть. Семь. Еще восьмерка. Раз. Два. Чувствуем, как смещаются у нас плечи. Ключицы. Лопатки. Растягивается грудная клетка. Шесть. Семь. И подключаем ладони. Раз. Скользя вдоль туловища. Без наклона. Четыре. Пять. Шесть. Следим за дыханием. Семь. Еще восьмерка. Смело. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Добавляем наклон. Делаем медленней. Раз. Дыхание произвольно. Не натужимся в крайней точке. Это очень важно. Учимся дышать даже в самом неудобном положении. Именно в этот момент мы как следует вентилируем наши легкие. Пять. И шесть. И семь. И закончили. Встряхнули руки. И делаем вдох. Руки вверх. И выдох. Наклон. Зафиксировали положение. Два цикла. Вдох-выдох. Есть. Кладем руки на колени. И вдох. Руки в стороны. И выдох. Есть. Обняли колени. Закончили. Это был второй блок упражнений. Более быстрый. Более интенсивный. Дальше у нас будет с вами более быстрая, более интенсивная гимнастика, которая подойдет уже пациентам на более поздних стадиях восстановления. Далее у нас будут упражнения интенсивнее, быстрее. Они будут подходить для пациентов на поздних стадиях восстановления. Тем не менее, если вы совсем недавно перенесли ковид, вы хотите попробовать третий-четвертый блок, ради бога, вы можете пробовать упражнения. Главное – следить за своим самочувствием. Дозировать нагрузку так, чтобы у вас не было глубокой отдышки, чтобы у вас не было переутомления, тошнота, головокружение и тому подобное. Все это сигналы к остановке. Пробуйте делать более тяжелые упражнения. Стресс – это то, что необходимо нашему организму, если он дозированный. Первое упражнение, оно знакомо пациентам, которые делали уже первые два блока. Но мы добавляем легкий полуприсед для того, чтобы подключить работу ног. Исходное положение – одна рука впереди, вторая – около плечевого сустава. Мы делаем смену рук, при этом подключаем легкий присед. Итак, исходное положение приняли. Начинай. Раз, два, три, четыре. У нас небольшое скручивание в позвоночнике. Мы добиваемся легкого скручивания. Не должно быть болевых ощущений. Мы тянемся за рукой. Пять, шесть, семь, восемь. Еще. Раз, два, три, четыре. Пять, шесть, семь. Диагональ. И раз, два, три. Работа ног. Обязательно следим за своим самочувствием. Пять, шесть, семь, восемь. Можете сделать две восьмерки – делайте две. Можете сделать три восьмерки – делайте три. Главное – добиться эффекта от упражнения. Легкая дышка – это норма. Это то, что нам нужно. Пять, шесть, семь, восемь. Стряхнули руки, ноги. Следующее упражнение. Руки в замок. Исходное положение – легкий полуприсед. На раз мы выпрямляемся, руки вверх. На два мы опускаемся вниз. Выдох. И начинай. Раз, два, выдох, выдох, пять, шесть, семь. Диагональ. И раз, два. Без рывка в крайней точке мы растягиваемся. Четыре, пять, шесть, семь, восемь. В другую. Раз, два. Чувствуем, как боковая поверхность лучше растягивается. Работа ног обязательно. Пять, шесть, семь. И закончили. Встряхнули руки, ноги. Встряхнули бедра. Это их расслабит. Для следующего упражнения нам понадобится палка. Исходное положение. Хват широкий. Прямой. Одна рука впереди. Вторая – сзади. Гребля вперед. Начинай. Раз, два. Делаем качественно. Прислушиваемся к организму. Главное – добиться смещения и скручивания грудной клетки. Шесть, семь. В другую сторону. И раз, два. Смещаем грудную клетку, смещаем корпус. Небольшое вращение. Пять, шесть, семь. Достаточно. Встряхнули руки. Следующее упражнение. Вращение от себя восемь раз, на себя восемь раз. Начинай. Раз, два, три. Амплитуда. Четыре, пять. Дыхание произвольное. Шесть, семь. В другую. И раз, два, три, четыре, пять. Держим темп. Шесть, семь, восемь. Закончили, встряхнули руки и стараемся делать паузу как можно меньше. На прямых руках вращение в одну сторону и в другую сторону. По восемь раз. Начинай. Раз, два. Тянемся за руками. Три, четыре. Дыхание не задерживаем. Пять, шесть, семь, восемь. В другую. Раз, два. Не задерживаем дыхание. Три, четыре, пять, шесть, семь. Закончили. Встряхнули руки. Отлично. Следующее упражнение. Палочка за головой на надплечах. Кому тяжело завести палку за голову, можно ее держать перед собой на груди. Итак, исходное положение принимаем. У нас будет диагональ. Локоть, колено. Не обязательно добиваться касания. Необходимо выполнить правильную траекторию, делать все без рывков, плавно и не задерживать дыхание. Поехали. И раз, два, три. Скручиваемся. Четыре. Не дергаем. Тянем. Пять, шесть, семь. Дыхание. Восемь. Еще. Раз, два, три, четыре. Пять, шесть, семь, восемь. Еще. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. И закончили. Встряхнули руки и встряхнули ноги. Четвертый блок будет посвящен еще более интенсивным упражнениям. Будет еще быстрее, еще сложнее. Необходимо выполнять гимнастику, начиная с самого первого блока, где мы постепенно вырабатываемся. Нагрузка увеличивается тоже очень плавно, равномерно, задействуя все суставы, все мышцы. К четвертому блоку у вас будет проработано все тело с акцентом на верхний плечевой пояс и на сердечно-сосудистую и легочную системы. Давайте начинать. Первое упражнение называется молот. Руки у нас в замок, исходное положение легкий полуприсед. На раз мы поднимаем руки вверх, вытягиваемся, делаем все без рывка. На два опускаемся вниз. На вдохе. Итак, начинай. И раз, два, выдох, выдох, выдох. Вверх, шесть, семь, восемь. Еще восьмерка вперед. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Не натуживаемся. Восемь. Диагональ. Раз, без рывка. Тянемся вверх. Тянемся. Дыхание не задерживаем. Дыхание ритмично. Пять, шесть, семь. И в другую сторону. Раз, два, три. Следим за самочувствием. Четыре, пять. До мягкого утомления. Семь. И закончили. Встряхнули руки, ноги. Следующее упражнение с аккуратностью, у кого склонность к повышенному артериальному давлению, а также проблема с поясничным отделом позвоночника. Можем уменьшить амплитуду движения или уменьшить скорость выполнения упражнения. Классическая медлица, но очень эффективная. Исходное положение. Ноги шире плеч, стопы параллельно друг к другу. Исходное положение. Носок, колено или бедро. В зависимости от ваших возможностей. Принимаем исходное положение. Смена рук. Начинай. Раз. И два. Три. Четыре. Без натуживания. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Еще. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. И закончили. Стряхнули руки, ноги. Далее немножко восстановиться. Стабилизируем дыхание. Следующее упражнение. Диагональ. Локоть, колено. Не обязательно выполнять касания. Достаточно выполнить траекторию упражнения. Делаем без рывков, не задерживая дыхание. Начинай. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Закончили. Стряхнули руку, ногу. Следующее упражнение. Руки в замок. Скручиваемся. В одну сторону и делаем полукруг. Раз. И в другую сторону. Два. Можем добавлять легкий полуприсед. Под своим возможностям. Исходное положение приняли. Начинай. Раз. Два. Три. Дыхание не задерживаем. Пять. Шесть. Семь. Еще восьмерка смело. Раз. Два. Следим за поясницей. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. И раз. Два. Три. Четыре. Тянемся за руками. Семь. Закончили. Есть. Встряхнули руки, ноги. Стабилизировали дыхание. Прислушивали к себе. Нужно ли сделать паузу побольше или можно сразу продолжить. Следующее упражнение. Конькобежец. Ноги шире плеч. Стопы параллельны друг к другу. Мы переносим вес тела с одной ноги на другую. При этом добавляем скручивание. И касаемся локтем противоположной ноги. Не обязательно выполнить четкое касание. Достаточно соблюсти траекторию, выполнить скручивание и не задерживать дыхание. По своим возможностям. Исходное положение приняли. Начинай. Раз. Дыхание ритмичное. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Следим за самочувствием. Восемь. Еще. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. И закончили. Есть. Стряхнули руки. Стряхнули ноги. Стабилизировали свое состояние. Для следующего упражнения нам понадобится гимнастическая палка. Это может быть даже черенок от вашей швабры. Любой предмет подойдет. Исходное положение. Хват широкий. Прямой. Одна рука впереди. Вторая около корпуса. Гребля вперед. По восемь раз начинай. Раз. Два. Три. Четыре. Скручиваемся. Чувствуем, как смещается грудная клетка. Восемь. В другую. Раз. Два. Амплитуда. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Вперед. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. И плывем назад. И раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Закончили. Откуда приплыли? Туда и вернулись. Стряхнули руки, ноги. Следующее упражнение. Вращение. От себя восемь раз. На себя восемь раз. Две восьмерки. Туда-обратно. Третья восьмерка. Полуприсед от себя. Четвертая восьмерка. Полуприсед на себя. По ходу пьесы разберемся, что к чему. Вперед от себя восемь раз. Упражнение делать начинай. Раз. Два. Три. Четыре. Амплитуда. Выше. Семь. Восемь. На себя. Раз. Два. Три. Дыхание ритмичное. Пять. Шесть. Семь. Полуприсед включаем. Раз. Два. Три. Четыре. Можно глубже. Шесть. Семь. В другую сторону. Раз. Прислушивайтесь к организму. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Закончили. Встряхнули ноги. Встряхнули руки. Следующее упражнение. На прямых руках вращение в одну сторону восемь. В другую сторону восемь. Две восьмерки. Третья восьмерка. Вращение в одну сторону. Полуприсед. Четвертая восьмерка. Совершенно верно. В другую сторону. Тоже полуприсед. В одну сторону. Восемь раз. Начинай. Раз, два, амплитуда Три, четыре, пять Растягиваемся, шесть, семь В другую, раз Не натуживаемся, дыхание не задерживаем Четыре, пять, шесть, семь И полуприсед включаем Раз, два, три, четыре, пять Отлично, шесть, семь В другую сторону Раз, два, три, четыре Пять, шесть, семь Достаточно Стряхнули руки, ноги Разогрелись плечи Разогрелась грудная клетка Лопатки, поясница, весь позвоночник Кровь хлынула к нам в легкие В крови кислород, витамины, микроэлементы, гормоны Все, что необходимо для регенерации и восстановления тканей Вы чувствуете это тепло? Это и тепло, и есть ваше выздоровление Двигаемся дальше Исходное положение Легкий полуприсед Руки перед собой И показываю Медленно начинаем с вами Раз, выпрямились Два, за голову Если тяжело, за голову Оставляем перед грудью Три, вверх Четыре, исходное Исходное положение приняли И начинай Раз, два, три, четыре Пять, шесть, семь, восемь Раз, два, три, четыре Пять, шесть, семь, восемь И еще Два, три, четыре Пять, шесть, семь И последнее И раз, два, три, четыре Пять, шесть Отлично Семь Закончили Стряхнули руки, ноги, поболтали руками, расслабились, стабилизировали своё состояние. Сейчас мы выполнили с вами комплекс упражнений, который подходит для пациентов, перенёсших коронавирусную инфекцию, которая находится на поздней стадии восстановления. Необходимо отметить, что данный комплекс необходимо начинать с самого первого блока, где мы мягко и постепенно вырабатываемся и готовим организм к более серьёзным нагрузкам. После выполненного комплекса ваш организм находится в возбуждённом состоянии. Мышцы тугие. Необходимо расслабить эти мышцы и восстановить эмоциональный фон. Идеально подойдёт растяжка и лёгкие, спокойные дыхательные упражнения. Сейчас я вам их покажу. Поехали! Из положения сидя палку мы зажимаем между ног. Делаем наклон вперёд, фиксируем положение и дышим. Глубокий вдох, глубокий выдох. Три-четыре цикла. Первое. Второе. Палка находится справа от нас, под небольшим углом, чтобы после наклона она встала в перпендикулярное положение относительно пола. Итак, мы выполняем наклон и должны почувствовать натяжение боковой поверхности и плечевого сустава. Фиксируем положение и делаем три-четыре глубоких вдоха и выдоха. И, соответственно, то же самое мы делаем на другую сторону. После этого палка нам уже не понадобится. Она отработала, а мы ещё нет. Мы садимся ровно, спину выпрямляем, макушка тянется к потолку, делаем мягкий, спокойный вдох. И выдох, кладём грудь на бёдра, фиксируем положение и дышим. Три-четыре цикла. Вдох-выдох. Так делаем два-три раза. Следующее упражнение – руки перед собой. Мы делаем мягкий, спокойный вдох. Дальше выдох, обнимаем колени, округляем спину, тянемся к спиной, к стене, делаем выдох. Так делаем три-четыре раза. Ну и в заключении необходимо сесть как можно удобнее, облокотиться на спинку стула, закрыть глаза и подышать медленно, мягко и спокойно. Мы делаем спокойный вдох через нос и слегка удлинённый выдох через рот. Расслабление необходимо начинать с мимических мышц. Начиная с мышц лба, щёк, губ и языка с челюстью. Дальше каждый последующий выдох мы спускаемся ниже, расслабляя мышцы туловища и конечностей. Итак, мы садимся ровно. Стараемся сесть максимально удобно. Закрываем глаза. И мягкий, спокойный вдох через нос и слегка удлинённый выдох через рот. Расслабляем мимические мышцы и язык обязательно. Дальше вдох. Мышцы шеи. Сконцентрируйтесь на мышечных ощущениях. Вдох. И мышцы груди. Никакие сторонние мысли, никакие внешние раздражители не должны вас отвлекать от мышечных ощущений. Вдох. Мышцы живота, поясницы. И так в самый низ до кончиков пальцев рук и ног. Работаем в тишине. И медленно открываем глаза. Возвращаемся. Это упражнение необходимо делать от 1 до 3 минут. На самом деле вы можете делать его и дольше. Если почувствуете мягкое глубокое расслабление, вам захочется попребывать в этом состоянии подольше. Никаких ограничений нет. Таким образом, ваша гимнастика должна строиться по следующим принципам. Мягкое, медленное вырабатывание, начиная с самых мелких мышц и суставов. Постепенно у нас увеличивается и размер суставов, которые увлекаются в работу, и темп с интенсивностью. Мы доходим до пика нагрузки. Затем мы постепенно снижаем интенсивность наших упражнений. И переходим к мягким, расслабляющим, растягивающим упражнениям. В самом конце мы садимся поудобнее и расслабляем наш организм посредством дыхательных упражнений. В самом конце нам необходимо окончательно расслабить нашу центральную нервную систему и мышцы. Всех поудобнее. И выполним дыхательное упражнение, направленное на полное расслабление нашего организма. Делайте этот гимнастический комплекс из 4 блоков от 3 до 5 раз в неделю. Прислушивайтесь к своему организму. Не добивайтесь глубокого утомления. И у вас все получится. Будьте здоровы. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин